Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барноул. В этом сезоне выращивал 6 кочанов белокочанной капусты. Вся капуста, напомню, была посеяна семенами под укрытие в конце апреля, ну а потом, когда подросла, была рассажена на постоянное место. Первой была убрана капуста белокочанная «Слава». Она, к сожалению, из-за погодных условий растрескалась, но кочаны оказались очень хорошие и были использованы. Затем, к моему удивлению, треснула капуста «Надежда», с которой эта неприятность редко происходит. Но эта капуста тоже была использована частично для засолки, частично для кухонных нужд. И последнюю убирал уже белокочанную капусту сорта «Валентина». Эту капусту мне посоветовали друзья-огородники. И вот эта капустка оказалась единственной, которая не растрескалась и была убрана только в октябре месяце. Ее всего два кочана. Кочаны выросли очень крупные, тугие, налитые. Эта капуста будет храниться в свежем виде в погребе и будет использоваться зимой. Вот такая симпатичная капуста «Валентина». Поначалу она, может быть, немного отставала, кочаны были помельче, но сейчас они достигли, ну, очень хорошего размера. И я считаю, эта капуста показала себя просто замечательно. Но, однако, и слава, и надежда тоже очень хорошие сорта. И отказываться от них не собираюсь. Ну, а то, что треснули, я сам виноват. Можно было бы капусту немного крутануть, как говорят огородники, частично оборвать корни. И кочаны у этих сортов тоже бы остались целыми. Хотя страшного ничего не произошло. Эта капуста тоже была с успехом использована. Но тут дело в том, что погодные условия оказались такими неблагоприятными, что даже краснокочанная капуста выращивал сорт «Жар-птица», на что уж редко это случается. Но все-таки один качан треснул. Вот такое даже бывает. Первый раз столкнулся с тем, что треснула краснокочанная капуста. Вот такие были погодные условия. И вот сейчас вся капуста срублена. Валентина отправится на хранение. Один качан краснокочанной тоже. Ну а треснутый качан будет использован в первую очередь. Все качаны целенькие. И найдут свое применение. И осталось на огороде только листовая капуста «Кейл» и брюссельская капуста «Гранатовый браслет». Капусты «Гранатовый браслет» выращивал всего два растения. Скорее для интереса. Качанчиков наросло немало. Их уже частично использовали. И эту капусту пока оставил расти дальше. Чтобы капусте «Кейл» не было бы скучно в одиночку. Еще придется приехать на участок, укрывать клубнику, чеснок, мульчировать их на зиму. И вот эти капусты тогда уже уберу окончательно. Морозов они не боятся. И до самого последнего момента их можно держать. Так что на огороде остались только два вида капусты. Это капуста «Кейл» зеленая из «Карлетт» и брюссельская «Гранатовый браслет». Ну в целом сезон для капусты выдался неплохой. Несмотря на то, что часть кочанов треснула, капуста дала неплохой урожай. Все кочаны были использованы. Но на будущее, конечно, мне надо обратить внимание на то, чтобы не допускать при неблагоприятной погоде растрескивания кочанов. А нужно-то сделать всего ничего. Только капусту немного крутануть, частично подорвать корни. И растрескивания в этом случае, как правило, не происходит. Ну в конце пожелаю всем огородникам, конечно, тоже выращивать разные капусты. Получайте хорошие урожаи. Кушайте ее с удовольствием. И будьте здоровы, поскольку капуста – это замечательное, очень полезное растение. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания.